Здарова пацаны, Ликея здесь. MC Правда оператор сегодня, да. Обычно он предстаёт перед камерой. Правда, о чём мы сегодня хотим поговорить? Мы хотим поговорить о Теле 2. О наглом хасле их. О наглом хасле. Точнее, я думаю так. Мы просто сталкиваемся с Теле 2. Я уверен, в БИТе, в ЛМТ такие же варки абсолютно. Ну, будем конкретно про Теле 2 говорить. В общем, Теле 2. Вот правда, расскажи вот свою просто ситуацию, чтобы понятно было конкретно, что у тебя было. Ну, короче, сегодня просыпаюсь. Да. После этой норги с моделями. Да. Значит, смотрю, смс пришло. Ну, у меня такая тема, типа интернет подключают. За лад пополняешь кредиты, интернет на неделю 300 мегабайт. У тебя золотозывтня? Золотозывтня, да. 300 бесплатных мегабайт у тебя. Да. Дальше. И просыпаюсь, смотрю, типа у вас, ну, закончились, ну, все, вы потратили ваши эти мегабайты, которые вы оплатили. Которые ты не тратил. Да. Ну, это айфон там что-то синхронизировал. Ну, это ты не предъявляешь. Ну, это ты признаешь, ты не предъявляешь это. Вот. Ну, и как бы все. Значит, я их потратил, значит, у меня их нету и все. Больше никаких там проблем не должно быть. Начинаю смотреть, проверяю, какой у меня остаток кредита. У меня все, что было, все съедено. Потому что мы предоставляем такую услугу. Короче, фишка такая. Когда у вас заканчиваются эти 300 мегабайт бесплатных, начинаются платные мегабайты. И один мегабайт стоит почти 2 доллара. То есть это нереально дорого. Ну, просто мегабайт почти 2 доллара. Йоу. При том, что я покупаю за эти же 2 доллара 300 мегабайт. Да. А потом просто 1 мегабайт за 2 доллара. И наша претензия к теле 2 была. Вот мы им в твиттере написали, типа, чуваки, сделайте так, что 300 мегабайт кончается и все, интернет просто пропадает. Так же, как с телефонными разговорами. Вот у тебя кредит кончается, все, ты не можешь звонить. А интернетом можешь пользоваться, да. Потому что у вас еще деньги есть. Деньги есть. А мы их тоже хотим с вас снять. Вот. То есть это полный развод. Дальше. Еще в теле 2 есть такая тупая чушь. И не только в теле 2. Во всех. Мы просто только про теле 2 говорим. А вот так можете поставить любого оператора. Вот я клиент теле 2 уже долгое время. Все время плачу им нормально все такое. Они все время там тавс теле 2, твой теле 2. Мы заботимся о клиенте. Но только там ты им не заплатишь что-то или еще что-то. Там чуть ли уже все. Суд, не суд. А не забыл, что ты их клиент и все такое. Но. Я сейчас говорю про другое, что. У меня какой тариф? Подключение за 5 лат неограниченное, да. И за 5 лат я еще беру 2 гигабайта интернета. Вот уже в этом моя жалоба в том, что когда 2 гигабайта у меня я использую, интернет не отключается, но он становится настолько медленным, что считаю, что его нет. А теле 2 это оправдывает. Ну, чтобы оставить вам подключение, мы снизим скорость, чтобы качество связи оставалось. Качество связи никакое. На ютубе видосы. Такое оно уже, ну, типа все по закону, но по факту это тупо издевательство над клиентом. По закону, как бы по бумагам, поэтому я говорю, что законы это чушь в большинстве случаев. А по законам, конечно, они тут все скажут, ну, вы же сами заплатили, вы готовы к этому. Но по факту это издевательство над клиентом. На ютубе видосы не грузятся, на фейсбуке там просто фотография год грузится, чтобы у тебя появилось. Ну, нереально в нэте сидеть, когда у тебя вот эти 2 гигабайта кончаются и потом они тебе срезают скорость. Но самый ад это то, что раз вы такие там ТАВС, Теледва, вы заботитесь о своих клиентах, клиентах, когда у вас выходит новый тариф, автоматически переподключайте клиентов к более выгодному тарифу. Ну, или хотя бы осведомите их об этом. Или да, не так там, не говорите мне там только у нас реклама по телевидению. Вот мне конкретно. Никто рекламу не смотрит. Если я твой любимый клиент, раньше как, было в лавках древних, продавец знал всех своих клиентов, они приходили, он им сразу рассказывал, что происходит. А в Теледва, знаешь как, к ним приходят, приходишь к ним, и они тебе сначала будут форсить более невыгодный тариф на самом-то деле. Они вот, тут вот недавно мы были, говорили, смотрите, у вас интернет, вот такая же ситуация, как у тебя была, 300 мегабайт, потом интернет съедается и очень большие бабки, большой счет приходят. Они говорили, так вот, заплатите нам 5 лад, и у вас будет 2 гигабайта интернета, в этом вам выгодно. И плюс 5 лад платите за разговоры, то есть 10 лад всего. Полчаса он форсил это, вам надо, вам надо. Когда увидели, он уже понял, что ну нет, нам это не надо, мы просто донет отрубим и идите вон нафиг, да. Ну просто в айфоне cellular data off и все, никакого тогда не будет даунлода. Вот тогда, а, ну тогда, знаете, у нас вообще есть точно такое же вообще предложение, за 7 лад тоже у вас будет неограниченные разговоры и тоже 2 гига интернета. То есть не 10 лад уже, а 7, но про этот тариф он сразу ничего не сказал, он сначала попытался всунуть этот, нам не, ну, более, чтоб они больше наварились и чтоб я Bentley мог купить, а потом они уже начали форсить вот этот дешевый. И это мы начали спрашивать, а я до сих пор плачу вот эти 10 лад по старой схеме, когда уже есть новая схема за 7 лад, они даже не звонят, не говорят, ну чувак, ты нам все время деньги заносил, вот я джакузи себе купил, ну мне хватило, давайте за 7 лад теперь сделаем. И вообще я был бы даже больше благодарен им, если бы они вообще не спрашивая меня, сделали бы мне за 7 лад. Потому что условия те же, неограниченные разговоры и 2 гигабайта интернета, ну все то же самое, только уже не 10 лад, а 7. Я бы сказал, вот это уровень, вот это вот твой теле 2, вот это забота о клиентах, а эти дефолтные ответы я им в твиттере конкретно пишу, люди жалуются, они говорят, сразу так свой номер оставь. Не я жалуюсь, у меня даже этого подключения нету золотозывственной, просто я говорю, вот ты уже не первый человек, многие говорят, что это чушь, когда у тебя 300 мегабайт используется, они начинают по космической цене тебе воздух продавать. Да, мы уже тоже, но это даже не в этом видосе, по-моему, вот говорит, что интернет тоже воздух, максимальный хассл, там не поймут сейчас, начнут там, ну как там, у них же там компьютер стоит, надо оплачивать. Не в этом видосе, вот, поэтому все, что просим у теле 2. Еще фишка такая. Сейчас, просто я пока мысль не забыл, мне в твиттере ответили, ну так мы не ограничиваем клиента, вот он сам увидит, если у него интернет закончился, сейчас я скажу, что он должен выбрать. Да, вот какой разумный клиент выберет, так, у меня кончился интернет и теперь я должен платить за мегабайт по космической цене. Конечно, я выбираю платить за мегабайт по космической цене. Бабушка там, ну ладно, бабушка, ну даже ты там, я, кто, мы не всегда успеваем проследить, что у меня там сейчас скачает, айфон что-то или нет. Хоп, скачалось, потом теле 2, 40 лад, по закону, по факту реально скачалось, но по-настоящему я не сидел там, я не смотрел ничего. Все синхронизируется, что-то все время, даунлоды происходят, все время отключать забываешь. Поэтому, если вы хотите действительно сохранить такую свободу клиенту, сделайте там какую-то функцию, когда заканчивается 300 мегабайт, вот клиент может выбрать. Появляется сообщение, да, нет. Хотите, чтобы платить по космической цене дальше? Да. Или отключить вам интернет на неделю, пока вы дальше в кредит не внесете? Да, отрубайте. Вот это будет выбор. А пока то, что вы предлагаете, это ложь, выбирать между ложью и ложью, реально. И это не устраивает, и это не устраивает. Вот мы хотим это, третье. Когда они начинают в этих Твиттере и Теледуат читать, у нас такой тариф и такой. И я на полной связи говорю, я понял, а я вам предлагаю новый, вот изобретите вот этот тариф, где интернет сам клиент может просто отрубить себе. 300 мегабайт истратил, внес лад, и я хочу это только на звонки потратить. А у меня это интернет ваш космический съедает, потому что у вас мегабайт почти лад. Я уже даже не говорю про то, что цена за 300 мегабайт, это необоснованно. Не обоснованно вообще. Что вообще за бред с этим мобильным интернетом? В компе, плачешь там 10 лад, у тебя бесконечный интернет месяц. Какого черта вообще? Тут интернет 1 мегабайт, это даже ничто, это там фотка на этом самом, грубо говоря, на фейсбуке. Лад. Камон. Ну и тут мы конечно не говорим, что на самом деле интернет должен быть бесплатный, это воздух. И все эти бизнесы, их тоже не нужны. Это все шляпа. Ну это другая тема, просто я не хочу, чтобы именно к этому придирались. Я хочу, чтобы Теледва услышала, что люди жалуются. Не я один, а я вот за людей говорю, потому что у меня даже другой тариф. Но по своему тарифу я тоже вам жалуюсь. У вас уже есть за 7 лад, а вы еще меня на 10 лад подключаете. Ну так вы же нам не сказали, что вы хотите, у вас же свобода выбора. Ну так вы же моя компания, ТАВС Теледва, это же вы говорите. Вот позаботьтесь обо мне, сделайте мне за 7, мне приятно будет. Все круто. Вот. Так что просим вас очень сильно, чтобы на зелтозывственник, когда кончается бесплатный интернет, у клиента был выбор именно такой. Не так он сам, а приходит смс, хотите отключить интернет, не будем с вас космические цены снимать или не хотите и все. У вас это просто, вы не хотите это отключать, потому что это халявные бабки вам капают. Вот так это и подавайте, а не так, что мы там дружественная компания, заботимся о клиенте и все такое. Нет. Вот так. Вы будете дружественной компанией, если прислушаетесь. Я все. Вау. Бра.